Эта сцена видела много и многих. От столпа русского театра Александра Островского до корифея мировых подмостков Мартина Макдонаха. Пока есть кураж, нужно его беречь для будущего. А парто-питерский фестиваль с одноименным названием ждет представителей нашей республики. Кому играть любовь 20-летним? Кому нестись через всю сцену для поцелуев 20-летним? Кому выбивать искры пятками в танце 20-летним? То есть они эльфы, они боги, они влюбленные. Это вот та самая пора, когда все это еще взрывается и когда все это еще очень искренне и очень близко. В 30 ты уже включаешь мастерство, ты уже не такой сильно влюбленный, как играешь влюбленного. Нет, вы не мужчины, хотя мужские носите речи. Мужчина – благородный человек. Не оскорбил бы девушку вовек. Такую насмешку и себе в потеку. Да, ты же стоп, Диметрий, не до смеху нам. Замечательная актриса Казанского тюза сделала изящный реверанс «Сон в летнюю ночь» в любовном к Никсине. От этой фантасмагоры не требуется выноса мозга и перегрузок. Особенность спектакля, мне кажется, несмотря на то, что это Шекспир, он получился, благодаря Елене Александровне Николагану, он получился у нас легким, воздушным, непринужденным. Шедеры учебного театра дают возможность увидеть казанской публике и не только казанской, то, что они не видят на академических площадках. Будь то Макдонах, Шекспир, Островский или современные авторы, читаемые нами по интернету. Первый ряд, сейчас второй ряд сразу, потом третий. Для выпускников четвертого курса пройден еще один этап. Через несколько дней шекспировская история прекратит свое существование. Актуальность заключается в том, что как раз-таки вот этот очень уже застиранный, много раз по-всякому интерпретированный Шекспир мы попытались реализовать именно в каком-то исконном, изначальном смысле. То есть брать не какими-то сложными умозаключениями, режиссерскими ходами и тому подобное, а именно энергетикой, как бы с самыми элементарными межчеловеческими отношениями и, ну, наверное, настоящими чувствами. Дмитрий Пиоваров, Максим Малов, Телеканал Эфир.